Продолжение следует... Мы находимся на территории Чикаго, США, на восточном побережье, это Нью-Йорк, Вашингтон, 11 часов утра, на западном побережье, это 8 часов утра, ну а в Москве в этот час 18 часов. Добрый вечер всем, и у нас на связи Дмитрий Лапшинов. Здравствуйте. Да, здравствуй, Дима, здравствуй, так сказать, ну я буду называть цивильным именем, не духовным именем, хорошо, потому что... С удовольствием. Да, так нормально, да? Да, так правильно. Так правильно. Хорошо, ну мы знаем, что некоторые люди, посещающие Восток, получают духовные имена, имеют посвящение в какие-то определенные практики, медитации и так далее. Я, кстати, тоже имею, тоже посещаю Восток, много раз бывал в Индии. И вот тема, которую мы наметили с Дмитрием, это может быть не совсем обычная, не совсем понятная для большинства людей, но та аудитория, которая сегодня присутствует у нас на связи, те люди, которые слушают сейчас и которые будут слушать и видеть, поскольку все эти программы у нас записываются, выставляются в YouTube, в Facebook. Значит, они понимают, о чем идет речь, то есть люди подготовленные, аудитория у нас подготовлена к этому вопросу. А тема такая, три единства человека, то есть по-английски это называется Body, Mind, Spirit, по-русски называется Тело, Ум, Душа, Тело, Дух, Душа, Тело, Ум, Тело, Дух, ну, по-разному. И вот меня лично, когда я беседую с людьми, с которых я приглашаю в эфир, и там достаточно, может быть, известные люди, и астрологи в том числе, вот в частности, если мы говорим про астрологию, то как-то очень интересно, все освещается только с точки зрения нашего физического, нашего материального тела. То есть где находится там во всем этом, скажем, три единстве, душа совершенно непонятно. совершенно не освещается, как правило, нигде, ну, возможно, в джотиш. Вот, скажем, имя, духовное имя Дмитрия, как раз-таки там есть джоти, что означает свет на санскрите. Ну, давай тогда, Дима, мы перейдем, у меня к тебе вот такой вот вопрос. Видно о том, что ты приобретаешь, сейчас ты об этом расскажешь, скажем, знания, которые приобретаются по парампоре, то есть от ученика к учителю, а не на интернете, не где-то там. Это система преемственно, называется она, скажите, парампор. Так, вот ты, когда начал это все изучать, тебя волновал какой вопрос? Познание, скажем, своего «я», что мы из себя представляем? Где в этот момент, скажем, тогда и сейчас находилась душа в твоем понимании? Моё мировоззрение менялось, менялось по мере продвижения по пути самосовершенствования. И я, когда начинал, я мало знал, что о духовности. Меня больше в своё время привлекло когда-то способности. Вот это когда-то было мне интересно. Но по мере развития, по мере самосовершенствования и практик сознания, расширения сознания, такие как шаматха, то, что мы называем концентрация, такие как и пасана, созерцание, и далее соединение того и другого в состоянии турья, трикчо, меня меняло. Меняло моё мировосприятие, мировоззрение, 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 как логическое, так и интуитивное. И три наших составляющих – тело, душа и дух – по мере развития я на них смотрел по-другому. А сейчас то, что мы называем дух. Всё, что я буду говорить, это моё личное воззрение, полностью разделяясь у кого-то другое, и буду рад что-то обсудить, но тем не менее. Дух – сокровище духа – внимание. Сокровище духа – так называемое древнее наше урожение предков, сокровище духа – внимание. То есть духа есть сознание. Душа есть состояние чувств, но не психических, не эмоциональных, а именно сердечных. И наши тела от физического явного до эфирного – это всё относится к телу, то есть к матрице, то есть к форме. И вот по мере самосовершенствования я стремился все три звена эти менять. Но сначала для способности, а потом для духовности. Развивать одновременно. Я хочу сделать одно небольшое, может быть, объявление. Если кто-то всё-таки желает задать вопрос Дмитрию или поучаствовать в беседе, вы это можете сделать на SunGates108, SunGates – солнечный оборот, на конце буквы «С» по-английски. SunGates108 – это Skype. Добавьте ВКонтакте, Скайп, и тогда задавайте ваш вопрос. Ну, а если нет, тогда уже после того, как программа будет выложена на YouTube и Facebook, ВКонтакте, кстати, тоже. Дим, а вот даже в Индии существует достаточно много школ, которые занимаются, понятно, духовным развитием. И, собственно говоря, и школы ведической, в джотиш-астрологии. И, как бы, я тоже эти вещи изучаю. Но есть два глобальных отличия, допустим, одной школы от другой школы. Одна школа берёт в расчёт персональный аспект, то есть, Богован, допустим, как создатель. А другая школа, она называется Майавадя, она берёт в расчёт, ну, их называют имперфициналисты. То есть, я пытаюсь с английского перейти на русский язык, то есть, эти люди не принимают личностный аспект создателя как личности. То есть, это где-то вот, ну, примерно как в даоизме, скажем, нету личностного аспекта. Вот как ты для себя определяешь? Опять же, естественно, это твоё мнение, да? Есть три уровня мировосприятия человека. Вообще, мировосприятие человека определит его путь, его духовность. Даже если дать человеку одну и ту же практику, допустим, концентрация, то его ментальные убеждения уведут его в ту иллюзию, которую он себе старается удержать, если он со временем не отпустит своё ментальное убеждение и не войдёт в состояние немыслия. Но, тем не менее, на начальных этапах мировоззрение определяет полностью путь человека. И условность человека можно разделить на любого человека, вообще людей, на три класса. Первый обычный класс называют путь троичности, второй путь семиричности и третий путь трансцендентности. Путь троичности – это воззрение человека «я» и внешний мир, то есть, данный человек себя развивает и самосовершенствует через внешние инструменты. Мантры, требы, места силы, обряды, шаманизм, магические ритуалы, то есть, внешний инструмент для собственного самосовершенствования. Путь семиричности – это вторая стадия, второй уровень воззрения. Это воззрение человека «я» и внутренний мир. То есть, такой человек уже себя самосовершенствует изнутри. Он уже осознаёт, что небо, человек и земля – это три его состояния – тело, душа и дух. И начинает развивать сознание, работать с энергетикой, работать с телом, регулировать питание, работать со своими состояниями, станами, душевными состояниями, так и состояниями сознания. То есть, он себя куёт уже внутренними практиками. И третий уровень – трансцендентное воззрение. Это воззрение человека, где «я», внешний мир и внутренний мир – они едины. Нет разделения на объект-субъект как такового. Это уже восприятие трансцендентного, просветлённого существа человека. В этом состоянии уже естественное пребывание везде, в таком состоянии сущность уже не нуждается в практиках. И вот три вот этих аспекта – тройка, семёрка, путь троичности, семеричности и трансцендентности. Три воззрения. И на эти три уровня, допустим, взять йогу, ну вообще, если брать йогу, три основных пути – йога 84 индобуддийских маха-ситха, йога 18 таминских ситхов и йога 9 надхов. Вот, к примеру, йога 84 индобуддийских маха-ситхов, вот восьмиступенчатая йога патанжели. Путь троичности – это была бы у нас путь яма-нияма, путь семеричности – это асана, протихара, таранай, а путь трансцендентности – это уже самадхи. И вот любую традицию можно по троичности, семеричности и трансцендентности соотнести. И вот, что касается веды, ведических знаний. У них есть один взгляд на эти три ступени, но помимо веды есть ещё веста, это барейская традиция. У неё есть своё воззрение на третьих пути, а помимо весты есть ещё а-веста – зоороастризм, суфизм. У них точно так же на три этих уровня есть своё мировоззрение. То есть у нас есть три пути – троичность, семеричность, трансцендентность. И три великих традиции – веда, веста и а-веста. И вот ещё внутри них каждой есть такое воззрение на третьих пути. И, к счастью, да, есть прямые передачи парамбола, которые помогают не запутаться и войти, познавая саму себя к себе. Но самая главная парамбола, самая главная передача в человеке, посвящение – это внутренняя, самостоятельная. Так как на начальных этапах мы опираемся на внешних учителей, но потом человек входит в состояние и в воззрение, что учитель – это есть его отражение. И тут никого нету, кроме тебя и твоего сна. И, по сути, в любом случае человек приходит к себе, продвигаясь по пути троичности, семеричности и трансцендентности, и в конце оказывается, что было только трансцендентность. А пути – это был просто сон. Ну, абсолютно очень хорошее мне нравится вот это вот определение, которое ты сейчас сказал, учитель – отражение. Поэтому это прямое, скажем так, следствие дополнения того, что, как говорят, учитель появляется, когда ученик готов. То есть, если ученик не готов, то, естественно, ему очень трудно будет, потому что он будет постоянно аргументировать, постоянно с кем-то спорить, конфликтовать и так далее. «Я был там, я читал здесь» и так далее, и так далее. Но, конечно же, каждый для себя выбирает свой путь познания своего учителя. И, собственно говоря, вся наша жизнь, и не одна жизнь – это путь познания. И мы, естественно, идем по этому пути, совершая какие-то ошибки. Вопрос заключается в том, чтобы попытаться не повторять эти ошибки. Но, хорошо, вот, скажем, ты в той традиции, в которой ты воспитываешься, в которой ты обучаешь своих людей, чего, что, допустим, главное на пути новичка, который начинает только познавать? Я понимаю о том, что у тебя очень много и учеников, и последователей, и таких людей много, и слушающих наши программы, нет никакого сомнения. Но также есть люди, которые еще, скажем так, не определились. Для этого мы ведем, собственно говоря, эти передачи, эти программы на Сангейтс Радио, которые как раз-таки посвящены пониманию самого себя. Вот трансцендентность, есть такое понятие, трансцендентальная, скажем, медитация. Вот, я имею посвящение в эту медитацию, которая пришла от Махариши Махиши Йоги. Вот, в 2008 году я был как раз там в этот момент в Индии, он ушел, поставил тело. Так вот, его путь, вот такой вот его путь. Как, скажем, опять же, это все, как определяет учитель, или человек вправе так следовать или не следовать, как ты обучаешь людей, что главное, тело, да, правильно? Для начала, или как? Да, я сейчас тогда, небольшое отступление назад, что касается традиций, в которых я занимаюсь, либо не занимаюсь. Я вообще сторонник целостного восприятия на мир, на себя и на путь самосовершенствования. И стараюсь не облекаться в какую-то традицию. Мне посчастливилось волей синхронистической событий пребывать и изучать несколько традиций. Но, тем не менее, все мы говорим об одном и том же. И я стараюсь смотреть то, что за, так сказать, как слово выражает смысл, а смысл выражает суть. Я стараюсь везде смотреть именно суть, вне традиций, не обволакиваться в них. Итак, что главное? Главное – это цельность. Цельность тела, души и духа между собой. Все напрямую взаимосвязано и взаимодействует между собой. Но обычный человек, чем крепче спит, тем с более низких фундаментов ему надо подниматься. То есть, обычно начинают с тела. Точно так же, как в здоровом теле, здоровый дух, так и в чистом ясном сознании, в духе, начинает активироваться ДНК, и тело регулируется, подниматься. А больное тело всегда будет отнимать на себе силу и энергию. Итак, обычно человек начинает с тела. Каким образом? Чтобы человек не преследовал, какую бы цель человек не преследовал, здоровье, интеллект, духовность, спорт, внутреннее самосовершенствование, просветление тела света – все начинается с живота и позвоночника. Это фундамент, на который опирается как физическое тело, так и душевное состояние, так и духовное восприятие. И вот позвоночник и живот. Живот – это жизнь наша, все органы. Органы – это как фрактал выражается на эфирное состояние, сначала, вернее, на центральную нервную систему, потом на эфирное состояние. А эфирное состояние начинает на наши нейроны головного мозга, мозг, полушария, шишковидка, шишковидка, ясность, пустотность и ясность восприятия. Все взаимосвязано даже на уровне тела. И вот первое – живот-позвоночник. Дальше мы начинаем одновременно развивать тело, душу и дух. Тело – это поднятие PH, то есть переходим от кислотной среды в щелочную. Кислотная среда – это активное развитие вирусов, бактерий, паразитов, старости, слабость, щелочность. Это продолжительность жизни, активность, бодрости. Итак, это поднимаем тело. Прямой метод поднятия PH – это дыхание. Дыхательные специальные практики, накопление СО2. Я имею здесь в виду не СО, которое вредоносно для человека, а СО2, которое архиполезно для человека. Вот кислород, он с одной стороны окисляет тело, а другой дает жизнь. Вот если в человеке СО2 много, то кислород его наделяет жизнью живой. А если в человеке СО2 мало, тогда кислород его окисляет. Итак, первое – мы поднимаем тело дыхательными практиками, поднимаем активно PH, щелочную среду. Параллельно на уровне тела – это дыхание и питание. Определённые правила питания и уровни питания. И вот это вот инструменты для тела. Второе инструменты – эфирное тело. Это всевозможные энергетические практики. Дима, прошу прощения, я тебя перебью. Хотел внести некоторую ясность, может быть, задать вопрос себе. Когда ты говоришь о теле, говоришь о животе, ты имеешь в виду тело как живот, желудок? Или это дантиен, танчан, на корейском, допустим, манипура? То есть энергетическая составляющая нашего тела, то есть чакра, допустим, или это комбинация? Или это отдельно, ты говоришь о правильном питании и так далее? Пока я говорю о физическом теле, о физическом её аспекте. И вот как раз я сейчас хотел перейти на эфирное тело. Вот сначала живот с позиции физического тела – это наш весь желудочно-кишечный тракт. И в данном случае здесь, прошу прощения, здесь имеется в виду, кишечник должен быть чистый. У предков было такое выражение – хочешь жить долго – имей чистый кишечник. А хочешь быть бессмертным – имей настолько чистый кишечник, чтобы в нём не было и ворсинки. Вот сегодня учёные пришли к мнению, что наш кишечник – это второй мозг. Он имеет даже свои центральные нейроны, нейронную связь. И вот это была позиция физического тела – чистый живот, чистый кишечник. Это наш метаболизм, обмен веществ и крепко всех органов. Следующий ставится, развивается эфирное тело. Да, здесь уже Дантьен – царство жизни, энергетические наши киноварова поля, наше место силы. Если человек его развивает, то где бы он дальше ни находился, он будет как везде на месте силы. Ему уже без разницы – Кайлас, Тибет, Белуха, Аркаим. Но, тем не менее, это наше место силы. Следующее, когда он поставил эфирные составляющие. Параллельно с этим идёт укрепление центральной нервной системы мозга. Это сенситив, гармонизация полушария мозга, и всё это опирается на душу. Душевное состояние, третий фундамент – благое состояние любви. Любая практика может выполняться в трёх состояниях – негатив, нейтральность и позитив. Но нейтральность, любая практика, в нейтральность, любое состояние, в котором мы занимаемся практикой, усиливается. Если человек занимается практикой волнения и переживания, усиливается его волнение и переживание, приводящее к страху. Если человек занимается практиками самосовершенствования в нейтральности, в вкладнокровности, это приводит его к бездушию, к апатии, потом к потере смысла жизни. И вот третий фундамент, так называемый, то, что мы называем – это настроение, это состояние, на которое опираются все практики. У предков было такое выражение – любая практика – это соотношение 70-30. 30% – это внимание на практику, 70% – это внимание на состояние, то есть мы должны получать удовольствие от практики. Вот это тем так мы начинаем взращивать свою душу, свое состояние, наслаждение. Человек, который не может наслаждаться, не может созидать. Следующий фундамент – дух, то есть сознание. Всевозможные практики для расширения сознания, начиная от концентрации, стабилизирования внимания, человек учится быть неотвлеченным, непоколебимым, неотвлеченным, длительное время сфокусированным. Дальше, когда человек достигает стадии, определенно есть нормативы по определению силы, качества его неотвлеченности. После того, как человек наработал силу, качество, неотвлеченности, он переходит к созерцанию. Это умение чувствовать пространство, быть, пребывать везде, но не через пять органов чувств, а через свое естество. После того, как человек наработал стадию созерцания, укоренился в них, человек начинает соединять пустоту и ясность, то есть состояние мира Яви и состояние мира Нави, тонкого плана. И человек, который способен одновременно пребывать и в Яви, и в Нави, это состояние прави, везде сущность, состояние просветления. Вот, в принципе, подход к целостному развитию – это тело, это питание, дыхание, энергетика, состояние душевное и сознание. И вот все вместе в цельности человек начинает активно развиваться. В противном же случае, как к примеру приведу, я очень часто привожу этот пример, так как он очень наглядный, это пример моего знакомого Даоса, человек развивается очень сильными энергетическими практиками и достиг определенных способностей. Но в тот же момент продолжает кислеть тело мертвой и нездоровой пищей, а на уровне ума думает, как применять свои способности в каких-то корыстных либо потребительских целях. И получается, тело, душа и дух, как лебедь, рак и щука в разные стороны расходятся. А вот суть целостного развития – это одновременно соединить тело, душу и дух и направить их в вектор, допустим, самосовершенствования. Тогда и путь короче, и плод вкуснее достигается. Ну, абсолютно всё правильно, всё, так сказать, по тому, как рекомендует литература, не та, которая в интернете, естественно, а то, что рекомендуют учителя. Но сегодня в социуме всё-таки, к сожалению, всё меньше и меньше остаётся тех продуктов, которые содержат прану, то есть прана – жизненная энергия, и мы питаемся действительно очень негативной энергией, мы питаемся мёртвой энергией, там нет абсолютно никакой праны. Когда-то я вёл передачи, к сожалению, ушедшего уже Игоря Ветров, очень серьёзный врач, аэроиздический из Санкт-Петербурга, и мы с ним беседовали о продуктах, которые содержат прану. Так я понимаю, тебе проще, ты уже не питаешься обычной пищей, да, если мы говорим о том, что ты пранаед, но мы сейчас чуть позже об этом поговорим, но всё-таки для тех людей, которые питаются, ну, обычными способами, как мы приучены, используя желудочно-кишечный тракт, вот какие ты лично бы рекомендовал бы продукты, и может быть в дальнейшем даже для перехода на какое-то, ну, не знаю, праническое питание, там, солнцеедение, то, что ты делаешь. Мы сегодня с вами находимся, да, в условиях, которые далеки от экологических, социальных, покупаем продукты в них, помимо сегодня порой бывает, не столько, сколько нет праны, нет энергии, так и ещё и химикатами и бадами пропичканы где-то там вообще в лабораториях с нарушением структуры ДНК. Всякое бывает. Но, тем не менее, мы сегодня находимся там, как в самом лучшем тренажёре для своего самосовершенствования. Вот, как говорится, чтобы стать хорошим шахматистом, нужно играть с более сильным противником. То, что мы имеем сегодня вокруг себя в социуме, это мы сами создали условия для своего становления, как щука в реке, чтобы карась не дремал. И вот то же самое сегодня и мы. Да, в продукты сегодня нет энергии, но у нас есть наш аккумулятор, наше царство жизни, которое мы развиваем, и мы должны перестать быть зависимым от внешней энергии, возрастив свою внутреннюю. Сегодня как раз время, эпоха, когда мы должны стать самостоятельным и не искать солнца вовне, а зажечь своё внутреннее солнце. Не искать энергии вовне, а развить свои внутренние энергетические аккумуляторы. Тогда любой продукт, который мы в себя включаем, нам уже будет без разницы, есть в нём энергии, нет в нём энергии. Мы полноценны и самодостаточны своей внутренней энергии. То есть, автономность. Высшее свойство Вселенной – это автономность. Для этого у нас и есть котлет силы, чакральная система, которую мы развиваем. Вся Вселенная начинается внутри нас, а не снаружи. И вот было время, когда мы искали себя снаружи, всю энергию, всю Вселенную познавали извне. Сейчас же надо переходить на более глубокие процессы, внутренняя самодостаточность и обеспеченность. Ну, это правильно. Мы познавали, но мы и продолжаем познавать извне, да. И довольно известная вещь, которая говорит о том, что изменяя себя, мы изменяем окружающий мир. Не наоборот. То есть, и причины, которые с нами происходят, какие-то там, не знаю, болезни в том числе, это всё то, что касается нас самих. Мы сами являемся этой причиной. Но, тем не менее, если всё-таки мы пытаемся перейти, но вот как ты рассказываешь, так сказать, на автономное питание внутри себя, мы должны подготовиться к этому. То есть, мы должны... Да, всё наверно. Вот какой процесс подготовки? Так, первый процесс подготовки – это вообще все процессы по внутренней алхимии, запуску внутренней алхимии. Запусть оттока в щелочной среде, а не в кислотной. То есть, мы обязательно должны поднять свой ПАЖ. Для этого у нас из внутренних инструментов – это дыхание. Из внешних инструментов – это щелочные продукты, либо кремниевые продукты. Короли кремниевых продуктов – это топинамбур, крапива, папоротник, иван-чай, тот же самый хиа. Любая трава, любая зелень, они очень щелочные, способствуют нашему ощелачиванию. И как можно меньше термально обрабатывать пищу. Вообще, человек, если обрабатывает термально пищу, допустим, там, все ед, либо вегетариальный, если там что-то приготовил, то готовится ровно столько, сколько мы способны съесть за раз. Пища, которая дважды обработана термально, становится ядом. Вот это вот такое большое правило. Обычно человек приготовил на весь день, либо на несколько дней, и потом в процессе дня разогревает, либо на несколько дней. Пища дважды термально обработана – яд. Пища трижды термально обработана – суровый яд. И тем самым мы себя, наоборот, усугубляем. Итак, есть правила питания. Связаны с водой, не запивать в воду, пищу во время еды. Связаны с долго жевать, жизнь продлевать. Связаны с раздельным питанием, не совмещать белки с углеводами. Точно так же, как соединить кислоту и щелочь. Она нейтрализует друг друга. Точно так же и белковые продукты щелочные. Они не сочетаются друг с другом. Дальше не переедать, вставать из-за стола с легким чувством голода. Переесть – значит отравиться. Настроение. Есть три сигнала голода. Два ложных, один истинный. И вот если человек соблюдает правила питания, тогда даже если он со всеедения и занимается практиками, то организм начинает быстро перестраиваться и отторгать от себя ненужную пищу. И так постепенно-постепенно прана начинает вытеснять пищу. А не так, отказались от пищи, праны нет. И такой стрессовый промежуток времени в виде голодания для физического тела. Да, голодание тоже полезно, но если в меру. А в зависимости от pH человека, если кислотная среда у человека мера маленькая, коротковременные голодания для своего сверхочищения. А если щелочная, то можно и длительная. Итак, кремниевые продукты, правила питания, раздельное питание. И необходимо дальше увеличить свой энергетический потенциал. Свой энергетический потенциал посредством чего? Либо если человек способен заниматься пранаямами, перевести дыхательную практику в пранаяму. То есть мы взращиваем свой нижний аккумулятор, царство жизни. Либо всевозможные энергетические практики, к примеру, стойка руны. То, что на Востоке называют дерево жизни, стоящий столб. У нас это называли древо живое, либо стойка руны. Это в даоизме используется. Если мы говорим о голодании, я просто хотел бы добавить, существует, скажем, в Айурведе понятие такое доши, вата-пита-кафа. То есть, ну, сочетание стихий. Если мы говорим о вате-конституции, то таким людям надо все-таки консультироваться со специалистом, потому что голодать им можно, но осторожно. Длительное голодание, независимо от того, каких их намерений, если еще не подготовлено, скажем, дух сознания не подготовлено, и тело тоже не подготовлено, это следовать моде, вот мы голодаем и столько-то не едим, это может быть опасно. То есть, выйдет из баланса, раз человек имеет, собственно говоря, вот эти конституции, они уже не в балансе находятся. Человек не может быть по Айурведе какой-то, скажем, принадлежности какой-то доши. Это сегодня вы все так, но в идеале там не должно быть ничего. Это просто как некоторое добавление. Очень хороший такой момент, очень рад, что задали. Действительно, что касается наших дош, напрямую зависит от психического состояния нашего. И у каждого, точно так же, как три пути, которые ведут на одну ту же вершину горы. Вершина горы, то есть корни, они общие. И вот совершенно верно, если человек в кислотной среде, тогда на них влияет три доши, три разных обмена веществ. Если человек поднял свой ПАЖ, он выровнял свои души. И вот на этом уровне уже, да, человек уже можно что-то менять, либо в питании, либо в голодании. Тут должен быть грамотный подход. Вообще, не знаю, может скажу что-то новое, может скажу что-то старое. Что касается древней науки Аюрведа и древней науки Варма. Была древняя наука соотношения расширения сознания, накопления энергии и питания. Данная наука у браминов называлась Варма. Данную науку потом переложили для мирян, и она уже после стала называться Аюрведа. Есть более-таки древняя наука, к счастью, может к несчастью, она очень хорошо сохранилась сегодня у томитских ситхов, 18 томитских ситхов. Где точно так же очень грамотно выложено, как саморастворить наши души в корне и войти в ясность. Это традиция южная, да, в районе Тамила-Наду, дистрикта Южной Индии? Да, наверное. Понятно, хорошо. Ну, Дим, ты вообще-то говоря, ты вообще не ешь? Или ты всё-таки питаешься? Четыре года. Мой путь начался где-то, именно не мой путь самосовершенствования, а мой путь связан с изменением питания в теле. Начался в 2011 году. У меня пару лет ушло на достижение энергетического питания. Я прошёл все стадии питания, от всеедения, вегетарианства, сыроедения, фруктоедения. Но это, конечно, не все стадии. Есть промежуточные, есть и минеральное питание, но я об этом не знал на то время. И, да, четыре года я энергетически питался, выполняя специальную практику энергетическую. Но уже полгода я нахожусь на жидкости. Жидкое питание. Это в основном чьи и травы. Чьи и травы. Ну, если мы говорим о воде, что, в общем-то, ну, это обязательное и необходимое условие нашего существования, вода. Но ещё и существует ведь вода с определённым вот PH или PH. Что? Да, так вот, какая вода? Раньше, я почему спрашиваю там или рассказываю, раньше, в общем-то, люди, они использовали дождевую воду, используя, ну, натуральный процесс обмена, конденсацией. То есть, есть вода, так называемая, сегодня её можно, в общем-то, произвести, будем так говорить. Это не та вода, которая в магазинах продаётся, имеется в виду дистиллированная вода, потому что её пить, конечно, я бы так сказал, опасно. Вот. А та вода, которую мы делаем по системе, вот, натурального конденсирования, то есть, вода испаряется и так далее, потом, ну, в общем, выпадает в виде осадков. И были специальные дожди-сборники, но сегодня это тоже опасно, потому что те кислотные дожди, которые выпадают, это опасно для жизни, может быть, даже. Так вот, всё-таки, какую бы воду, да, опять же, источники, конечно, пить лучше всего из источника, там где-то там существует очень немного, к сожалению, они всё меньше и меньше становятся, натуральных источников воды. Вот какую воду тебе рекомендовал, допустим, для питьев? А, самый такой момент, который можно пить и использовать в социуме, как дело воду я. Сегодня, да, причём человек не просто, как пить воду, какую воду, а даже сегодня вода настолько стала привычной для нас жидкостью, что мы перестали её ценить. А вода, да, вода – это уникальная жидкость, ей нет вообще аналогов, это единственное вещество, которое сразу в четырёх агрегатных состояниях находится одновременно. И никакой сок, ни чай её не заменят, это действительно так. И какую воду пил я? Я начинал, мой год обычно продвигался, я часть года жил в городе, в социуме, занимался социальными своими делами, практиковал по несколько часов в день. А потом часть года я уезжал в собственный ретрит, практиковал там уединение. Итак, год мой был разделён на два, но тем не менее, когда я был в социуме и даже и уезжал, я делал себе воду, делал себе талую воду. Каким образом? Я фильтровал на самых простых фильтрах, дальше замораживал. Когда она только начинает замораживаться, я выкидывал первый замёрзший лёд. Это первое, что замерзает грязь, я её выкидывал. И потом замораживал её полностью. После того, как она замёрзла полностью, я доставал ей, чтобы дал ей растаять. И вот когда она тает полностью, остаётся тоже лёд. Последний лёд тоже выкидываем. Последний лёд тает тоже грязь. То есть первый лёд и последний лёд надо обязательно выкидывать. То есть тем самым мы влияем на два показателя воды. То есть у любого элемента есть три показателя. Химический, физический и энергетический. Информационный, вернее, будет правильно. Вот талая вода, мы сразу поменяли её, если выкинули первый и последний лёд, то мы повлияли на её химию и физику. Выкинули лёд, мы химию почистили, а замороженная, размороженная талая вода, она поменяла свою кристаллическую решётку, обнулила, скинула в себе все программы. И дальше, если мы ещё ментально можем высказать что-то доброе, я люблю тебя, я благодарю тебя, то есть хотя бы как плацебо, либо хотя бы как хопонопона, мы уже на неё энергетически повлияли. Если человек же может работать энергии, может и энергию её наделить, усилить. И вот я делал только таким вот образом. И стараюсь, первый где-то год я пил только талую воду. А потом? Потом, по мере ощущения в себе эфирной силы, я перестал к этому соотноситься и стало меньше на меня влиять. Ну, очень-очень... Потом забутылированную, забутылированную тоже пил. И по большому счёту, сейчас либо дома, если через фильтр, я не успеваю заморозить, разморозить, либо где-то, если там в дороге, там надо, допустим, попить, я позволю себе выпить бутылированную. Дорогие друзья, обращаясь к нашим уважаемым радиослушателям, я хочу напомнить, мы беседуем с Дмитрием Лапшиновым, продоедом, человеком, который занимается в течение уже многих лет и обучает своих учеников вот такому пути познания самого себя. Ну, и вот мы сегодня говорим именно о пути Дмитрия. И те люди, которые слушают нас, они это, ну, с моей точки зрения, должны очень внимательно вдумываться в то, что говорит Дмитрий. Я просто хочу добавить по поводу воды, что беседы с одним из моих корреспондентов, доктор, очень известный доктор, из той плеяды русских врачей, которые безмедикаментозно лечат своих пациентов. И вот он приводил пример, очень известный человек, американский учёный-исследователь Пол Брэк, о котором, естественно, многие знают. Он пил в течение 45 лет так называемую дистиллированную воду, то есть ту воду, которая была им самим, так будем говорить, синтезирована, ну, через определённый аппарат, возможно, сегодня. То есть есть такие сегодня аппараты, и вот эта вода, она очень серьёзно оказывает влияние. Так вот, рекомендации, и как, в принципе, делаю я сам, то же самое, то, что вы сейчас рассказали, объяснили Дмитрии. Это абсолютно точный, правильный процесс, то есть вода, которая проходит через этот дистиллятор, потом она, значит, становится дистиллированным, её уже и так можно пить. Но её было бы хорошо вот именно заморозить. Вот насчёт того, это я возьму на вооружение, этого я не делал. Вот первый лёд, это логично, да, первый лёд – это грязь, значит, надо выкинуть, и последний, ну, наверное, тоже, да. Я буду этому следовать. Но она действительно, да, замораживается. Потом она размораживается, и после этого её очень полезно выставить на солнце. А солнце – это витамин Д, витамин Д, которым она обогащается, та самая вода. Если туда, когда она проходит через этот дистиллятор и попадает в какой-то сосуд, в банку, поставить, скажем, кристалл, а кристаллы они уже очищают, это дополнительная, скажем, зарядка. Если туда добавить ещё какие-то мантры, то, что вот Дмитрий говорит, да, то есть подставить даже тот самый там телефон, подставить её к этой банке, с мантрами будет заряжаться, это очень и очень благоприятно. Так что, дорогие друзья, призываем, вот мы сейчас с Дмитрием призываем вас сделать благо для самого себя. Дима, ты рассказывал, упомянул о том, что ты вот ездишь на ретриты, на свои собственные. И вот один из ретритов, мы говорили с Сергеем Мельниковым по этому поводу, он тоже присутствовал, был совместный ретрит. Кстати, передача с Сергеем Мельниковым будет завтра уже. Там стоит время, правда, Соединённые Штаты перешли на летнее время, поэтому сдвинулось на один час. Точное время эфира будет 17.30, насколько я помню. Ну, в общем, объявление смотрите, там я потом пересчитаю. Большой Сергею привет, сердечный. Очень его уважаю. Молодец. Да, обязательно. И вот как раз таки Сергей был вторым человеком, которым мы говорили по поводу как раз приглашения тебя к нам на Сангейс-радио, потому что очень много людей, кстати, мне и писали, даже вот наши слушатели, они писали, надо пригласить Дмитрия Лапшину. Ну, вот как раз мы к этому моменту подошли. Да, а Сергей, да, спасибо тебе. А Сергеем будет у нас программа. Ну, вот вы были на Бали. Я совсем, буквально за полгода, я сам там был на Бали, и в том же самом Убуде, где вы и проводили этот ретрит. А чем было вызвано, расскажи немножечко подробнее об этом ретрите, и вообще о ретрите, для чего они нужны. Это непременное условие, скажем, встречи со своими учениками, это просто для себя. Вот что означает слово ретрит, и понимание твоем, и вот то, что вы были Сергеем. Ретрит, по сути, это такой форсаж, форсаж для самосовершенствования, для личного. Когда человек выбирает определенный диапазон во времени обычно, там неделя, 10 дней, две недели, либо больше, месяц и так далее, полгода, год. Ну, у нас было маленький. Выбирает определенный диапазон времени и активно посвящает его практикам. Утро, день, вечер, практики, практики и практики. То есть, человек, ретрит либо полный, когда человек уединяется от социума, чтобы не отвлекаться и погрузиться в себя, и развиваться. Либо совмещает это с каким-то душевным фундаментом. То есть, как мы сделали, решили проэкспериментировать на Бали, чтобы не только телесно, духовно развиваться, но еще и душевно. С небольшими выездами на красивые исторические места и побывать еще и там. И по возможности там же и попрактиковать. Ну, то есть, Сергей-то посещает совсем другие районы в основном, более северные, будем так говорить. А тут вдруг вот такое, скажем, теплое environment. Менять что-то, решил поменять, наверное. Решил поменять, да. Ну, отлично, да. Но именно в Бали, там все-таки огромное количество буддийских храмов, да, то есть, люди буддийской традиции, хотя там есть индийские различные, различные там течения. Но вот, если мы говорим уже о буддийских традициях, о Будде, Сиддхарта Гаутама, который, в общем-то, получил просветление и 40 лет пытался обучать людей, как надо правильно существовать. И вот одно из его, так сказать, главных рекомендаций, это было убрать у себя по-английски называется attachment или привязанность к кому-то или даже к чему-то. То есть, относиться совершенно индифферентно ко всему, то, что происходит вокруг тебя, ну и, возможно, даже внутри себя. Вот как ты к этому сам относишься? Совершенно верно. Это как раз вторая часть трех наших фундаментов тела, душа и духа. С позиции дуальности наш ум делит наше сверхсознание, вообще наше естество как дух, душа и тела. Оно с позиции трансцендентности все есть в сознании. И даже тело, душа и дух саморастворяются в уме, а потом саморастворяются в естестве. И вот наше естество, вот это вот вездесущее, в дуальности оно выражается как в природах. Природа солнца и природа луны. Природа солнца это природа ясности, восприятие, направление, концентрация. Природа пустотности это лунный процесс, природа все пребывания, пустоты и нецепляния. И вот высшее искусство, чтобы вернуться к своему естеству и тем самым даже растворить три фундамента тела и душа, дух внутри себя, это соединить солнце и луну, то есть ясность и пустотность. Ясность это тотальное пребывание, пустотность это нецепляние. Когда человек тотально везде пребывает, но в то же время еще и не цепляется ни за что. Вот это так называемое высшее искусство трикчо, либо то, что называют лепа, стан лепы. Соединение пустоты и ясности, либо соединение солнца и луны в разных традициях по разному написано. То есть да, это везде быть и ни за что не цепляться. Состояние прави, просветления. Везде быть имеется в виду не только в мирах Яви, но и в мирах Нави. Именно везде сущное состояние. Дима, когда ты говоришь о соединении солнца и луны, ты имеешь в виду соединение мужского с женским началом? Да. Сначала на физическом уровне соединения солнца и луны у нас соединяются наши души и элементы. Земля растворяется в воде, вода в огне, а огонь в пространстве. Дальше эфирное, это электромагнетизм соединяется, то, что мы называем инь-янь. психическое дальше души начинает формироваться в ноль. И дальше ментальное саморастворение ума, который порождает тело, душу и дух. И дальше уже после этого ясность и пустотность на уровне сознания соединяются. То есть на каждом уровне тел солнце и луна это своя природа по-своему выражается. И вот они соединяются, сливаются. То есть есть солнце и луна, то есть пустота и ясность. При соединении они могут играть и игра их создаёт иллюзию, сансару, либо глубокий сон. Либо при соединении солнца и луны ясности и пустотности может выйти союз, комбинация саморастворения одно в другом. Это уже пробуждение, просветление. То есть игра солнца и луны это сансара, а союз это нирвана. Ну здорово, здорово. Очень интересно. Но я думаю, что во-первых есть много вопросов на самом деле. Я не сомневаюсь, что у наших радиослушателей будет много вопросов и будет вопрос опять же тех, кто будет смотреть на ютюбе, поскольку понятно, что скажем, если у нас утро, то немного имеет возможность людей послушать эту передачу в живом эфире. Это первое. Второе. Мы в этом случае я так понимаю, мы работаем на аудиторию, а не для того, чтобы, скажем, выражать свое мнение. Это можно. Но это означает, что, дорогие друзья, обращаюсь к вам, когда вам удобно, вы можете смотреть эту передачу. Она записывается. Она будет выставляться. Проверить качество видеозаписи я не знаю, как получится. Думаю, что нормально. Но то, что будет аудио хорошее, это я вам обещаю. Оно записывается в разных вариантах. Поэтому, когда вам будет удобно, вы посмотрите, послушайте. Но вот хотелось бы, я думаю, что и Дмитрию хотелось бы послушать отзывы в том плане, не то, что там не нравится, мне не нравится, это все эмоции. А вот по сути дела, именно по тематике нашей передачи, что хотелось бы вам узнать, нам узнать, и было бы интересно, эта обратная связь, она всегда должна быть. С удовольствием, с удовольствием. Ну, последний, наверное, вопрос, традиционный, что ли, хотя я не журналист, и я беседую, как, скажем, человек, который сам этим занимается, и по нумерологии, кстати, сегодня, как ведический, скажем так, нумеролог, можно сказать, вот могу сказать, что сегодня день четверг, а день четверг, вот поэтому, кстати, я ношу вот эту вот одежду оранжевую, а это Юпитер, а цвет Юпитера это оранжевый, а Юпитер это Гуру. Вот сегодня мы беседуем, ну, я бы сказал, с Гуру все-таки, потому что человек, который обучает другого человека, это уже учитель, и имеет, кстати, посвящение в эту традицию обучать, что здорово и замечательно, так что мы свою функцию сегодня выполняем. Благодарю. Я стараюсь быть учителем не больше, чем учеником. Абсолютно правильно, потому что обучаем, мы учимся, и соответственным образом наши ученики и есть наши учителя, поскольку все связано, если они готовы, то появляются учитель, а учитель обучает учеников. есть очень интересная, ну, совсем чуть-чуть и очень короткая ведическая притча, на самом деле это правда, но притча. Когда-то очень древние времена, я потом уже когда-то рассказывал в одной из программ, был учитель, очень известный учитель, но это было где-то там в деревне, в селе, в каком-то там на востоке, скажем, там на территории Индии, и вот один из его учеников собиралось огромное количество людей, которые приходили слушать его лекции, его рассказы, и вот один раз его ученик говорит, Гуру Махарадж, а почему бы нам не поехать, вам не поехать, куда-то в города крупные, где гораздо больше людей могли послушать ваши мудрые рассуждения, он говорит, ну, поехать-то можно было, но я, скажем, выполняю свою функцию, я учитель, это что-то должен организовать, привезти и так далее, он говорит, я готов, он говорит, ну, если готов, так давай попробуем. Короче говоря, они поехали, ну и вот все происходит с неимоверным успехом, там объявления, там везде, там на площадях, и собирается огромное количество людей, слушать его лекции, проповеди, и вот один раз в каком-то одном из городки в назначенное время, когда обошел учитель, там не было ни одного человека, там был только его ученик, он спрашивает, что случилось, он говорит, я не знаю, Гуру Махарадж, но вот никто не пришел и спрашивает, что будем делать? Ну, как у нас говорят, раз никого нет, так отменяем лекцию, правильно? Он говорит, так чего будем делать? Он говорит, как чего? Лекцию будем делать? Он говорит, так никого же нет, он отвечает, как нету? Есть ты, есть стены, а мое дело рассказывать, мое дело, я же учитель, я должен говорить, то есть, если я буду ориентироваться на аудиторию, тогда я буду оттечь, я буду привязан к этим, какая бы она ни была, аудитория, но я буду от нее зависеть, а ведь буду-то как раз учил, видите, как все возвращается, так сказать, на круги своя, учил не быть, делать свое дело, короче говоря, выполнять свое предназначение. Я полагаю так, что мы свое предназначение на сегодняшний день выполнили, да, то есть я соединил, так сказать, тебя в эфире, и это здорово и замечательно, дорогие друзья, но хотелось бы, повторяю, слышать ваши отзывы. А, Дим, ну, мы поговорим потом, позже, вне эфира, когда мы можем встретиться в следующий раз, если будет такое намерение и желание, то, так сказать, да, это будет интересно, и мы будем двигаться. Благодарю. Очень был рад связаться, благодарю за приглашение, всех вам благ. Спасибо большое, всего доброго, и до новых встреч, всего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok